Привет, на связи Смарт Плюс. Поговорим о Xiaomi и какой лучше выбрать на конец 2019 года. Нам подавать что-то новое и хорошее за свою цену, тем более глобалочки повыходили. Так что вперед, от дешевых к тем, что подороже и только достойных нашего внимания. Но сначала важное примечание. Я всегда рекомендую брать глобалки, а не глобал ром. Запомните, глобал это для нашего рынка. Глобал ром это прошитый китаец. Потому все ссылки на глобалки в проверенных продавцов будут в описании. Глобал ром хоть и дешевле, но лучше чуть переплатить и не иметь никаких проблем даже в перспективе. Начинаем с самых низов в цене. И первый достойный смартфон Redmi 7A. Это ультрабюджетник от Xiaomi и я сразу хочу обозначить его плюсы. Конечно же цена. Это всего лишь примерно 84 доллара, если взять Алиэкспресс. Переплатив баксов 20, можно купить уже с гарантией у нас. Это поистине немного. Батарея 4000 мА, вот главный его козырь. Как рабочая лошадка будет то, что нужно людям, не требователям к железу смартфона. Ведь установлен тут Snapdragon 439 на 8 ядер. Хоть скажу, что это и довольно неплохой проц, как для его цены. В паре с HD Plus экраном на 5,45 дюймов будут давать возможность даже поиграть во все игры. Пусть и не на максималках. Отмечу также его довольно небольшие габариты, за что карман скажет спасибо. А также не глянцевый пластиковый корпус. То есть царапаться он не будет с такой дикой скоростью, как его другие пластиковые собратья с глянцем. Также неплохой звук и сам экран. Как недостаток из-за 2 гигабайт ОЗУ, смартфон будет работать менее шустро, нежели более дорогие аппараты. И местами при скроллинге могут проскакивать лаги. Это закономерно в нашем случае. А так как рабочую лошадку можно советовать. Но только учтите, есть версии на 16 гигабайт постоянной памяти, их я уже не рекомендую. Это крайне мало в наше время. И он будет вас раздражать постоянной нехваткой памяти. Так что только минимум 32 гигабайт памяти берем или копим, а потом берем. Следующий это уже Redmi 8A. И кто-то спросит, а где же Redmi 7 без А? Я отвечу, спорное решение. Пластиковый глянцевый корпус, который царапается об воздух. Большой экран при HD плюс разрешении и цена ни туда ни сюда. Я имел с ним дело, так что пропускаем. Возвращаясь к Redmi 8A. Это отличный наследник предыдущего 7A. У них одинаковый процессор, но коронное отличие это аккумулятор. Если 7A довольно автономный смартфон, то 8A еще прокачали. Целых 5000 мА. Это просто офигенное решение для тех, кому нужна автономность и недорого. Также смарт выполнили в последних трендах. Рамки заметно уменьшились. Теперь вместо microUSB у него вход Type-C. Наконец-то даже в ультрабюджетнике его ставят. Добавилась поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0. И уже чуть подрос экран. 6,22 дюйма, также HD+. Пластиковый корпус с неким рифлением, его будет трудно поцарапать. Также улучшилась камера. Хоть и один модуль, зато неплохой Sony AMX 363. Нет сканера отпечатков пальцев, на нем сэкономили, как и в 7A. Зато есть Face ID и другие фишки MIUI. Стоит он примерно на 14 долларов дороже, чем 7A. До 100 долларов и оправдывает свою цену. Далее переходим на ступень выше. Слишком много будет у нас восьмерок в топе, потому не обойдем вниманием легендарный Redmi Note 7. Мы уже добрались до бюджетных смартфонов. Это поистине самый популярный смарт прошлого сезона. Но, к сожалению, в нем уже нет никакого смысла. Когда на Алиэкспресс семерки стремительно заканчивается, и потому стоит неадекватно дорого. Уж лучше тогда смотреть на Redmi Note 8. Даже покупая у нас, стоит чуть переплатить за Redmi Note 8. Потому что у него лучший процессор. Snapdragon 665. У семерки 660. Разница хоть и небольшая, но будет. Основные модули камеры одинаковые, но у восьмерки добавили ширик и макрообъектив. Также освежили дизайн. Более аккуратная капля сверху, вход под наушники переехал вниз. Также отличный звук основного динамика. Лоток уже на 2 сим-карты и карту памяти. В комплекте уже блок с поддержкой быстрой зарядки. По сути, перед нами прокачанный Redmi Note 7. Он свежее. Поддерживаться будет дольше. Так что берем восьмерку на 4,64 гигабайт памяти. До 200 долларов. Это отличная покупка. Кто хочет большего? Пожалуйста. Redmi Note 8 Pro. Данный смартфон немного дороже. Но это первый смарт из списка, который имеет модуль NFC. А для многих это важно. Еще его некоторые критикуют за процессор Mediatek Helio G90T. Но критика часто является необоснованной. Это отличный за свои деньги проц. Когда я его тестировал, заметил, что нет ни намека на задумчивость и лаги. Оболочка просто летает. Разве что есть некоторые игры, которые просто не оптимизированы под данный процессор. Например, танки. Так что танкисты обходят стороной или играют на минимальных настройках. А для остальных это отличное решение. Хорошие камеры для фото. Их целых 4. Отличная фронталочка. Но видео снимает хуже, чем фотографируют. Экран IPS, что будет спасением для тех, кто не признает амоледы. И при этом хочет модуль NFC и недорого. А таких на рынке очень мало. И такой смартфон можно смело советовать. Не пожалеете. Двигаемся дальше. Это твердые середнячки и субфлагманы. И для любителей амолед дисплеев есть 3 отличных решения за свои деньги. Mi 9 SE, Mi 9T и Mi 9 Lite. Самый мощный по начинке у нас Mi 9T. У него Snapdragon 730. Процессор, которому по зубам абсолютно все. Потому он имеет некий запас на будущее. И в играх, и в быстродействии. И он не намного дороже того же Mi 9 SE, который чуть проигрывает по процессору. И замыкает тройку по начинке Mi 9 Lite. У которого Snapdragon 710. И так как он довольно свежий, цена на него еще не успела опуститься. Зато у него можно отметить хорошую фронталку на 32 мегапикселя. Это поистине селфи фон. Из этой троицы я выделяю именно Mi 9T. Во всех есть модули NFC, сканер в дисплее. Но именно 9T имеет выездную фронтальную камеру без вырезов в экране. Камеры тоже вас порадуют плюс-минус одинаково. У них стоят похожие модули и фотографируют очень хорошо за свои деньги. В общем, если есть возможность, берите Mi 9T. Если выбирать между Mi 9 SE и Mi 9 Lite, то берите то, что будет дешевле на момент покупки. И не прогадайте. Но учитывая, что Mi 9 Lite будет более автономным, ведь у него целых 4030 мА батарейка против 3070 у Mi 9 SE, я бы поставил его на второе место из этой троицы. Давайте теперь посмотрим на кое-что из флагманов. Mi 9 и Mi 9T Pro. На распродаже Mi 9 с купонами можно урвать, по идее, даже менее чем за 300 долларов. В чем я, конечно, сомневаюсь. У этих смартов топовые Snapdragon 855, отличные камеры, быстрые зарядки, в общем, все летает. Mi 9 разве что ощутимо уступает в аккумуляторе. Он у него на 3300 мА против 4000 у Mi 9T Pro. И у 9T Pro опять-таки дизайн более футуристичный, учитывая выдвижную камеру. Внешне Mi 9T Pro это такой же смартфон, как и Mi 9T, с такими же камерами батареи. Разница лишь в процессорах. 855 дракона хватит еще очень надолго, плюс он умеет снимать 4К 60 кадров. А также у Mi 9T Pro и Mi 9 есть функция DC Dimming, которая уменьшает мерцание AMOLED экранов, что имеет значение. И в целом из этой парочки я бы советовал присмотреться именно к Mi 9T Pro. Если же найдете где-то на распродаже Mi 9 по хорошей цене, то же вариант. Все-таки флагман есть флагман. А если не нужен топовый процессор и 60 кадров 4К, то берем обычный Mi 9T, дешевле и не паримся. Теперь давайте поговорим о темных лошадках из прошлого. Что можно купить хорошего и дешевле и только на Алиэкспресс? Самый доступный смартфон с NFC со старых моделей Mi Note 3, которым я, кстати, до сих пор пользуюсь. 150-145 долларов с глобальной прошивкой и рабочим NFC, пожалуйста. Тем более недавно прилетело обновление с девятым Android и MIUI 10. Snapdragon 660 до сих пор актуальный и довольно бодрый. Такой же, как у Redmi Note 7. Неплохие камеры, хоть и уступают современным смартам, но портретник на улице у него местами даже лучше современных смартфонов. Плюс есть оптическая стабилизация. Mi 8. Вы знаете, Snapdragon 845, вот его сила. Этот проц еще долго будет актуальным. Флагман из прошлого. Не успевают разработчики игр и приложений за гонкой производителей железа для смартфонов. И где эту мощь можно только применить. Тут отличные камеры, хоть и без модного сверхширокоугольного модуля. Основной и телевик. Зато есть оптическая стабилизация, которой лишены современные смартфоны. Особенно полезно в съемке видео в 4К. Да, с большим вырезом сверху смартфона. Amoled-дисплей без сканера в нем. Сканер на спинке. Но все же он более доступный, да еще и глобальная версия с рабочим NFC без танцев с бубном. Еще вариант Mi Mix 2S. Глобалок нет. Остались только китайцы с глобальными прошивками. А значит для работы NFC нужно будет ставить другую модифицированную прошивку. Если вы от этого далеки, но NFC нужен, то это не ваш выбор. А так по железу и камерам это тот же Mi 8, только без вырезов сверху. То есть по дизайну более интересный. Также маленькая фронталочка расположилась внизу, что не совсем удобно. И она уступает по качеству Mi 8. Зато экран не AMOLED, а IPS. Что опять-таки редкость на сегодняшний день во флагманах. И для многих это очень важно. Также поддержка беспроводной зарядки и корпус из керамики. И около 250-240 долларов за 6-128 гигабайт. Это действительно интересно. Еще при покупке несвежих моделей важно, чтобы смартфон был новым. Хитрые продавцы могут отправлять восстановленный. По крайней мере бывали случаи. И вообще я рекомендую все, что получаете с Алиэкспресс. Снимайте на видео распаковку, показав серийные номера. Ведь вы вправе открыть спор после получения еще 2 недели. И вернуть часть денег или полную стоимость, если что-то не так. Вот и все самые интересные Xiaomi по версии канала Smart+. Потом упишите, что бы взяли вы или уже взяли. И почему именно это ваш выбор. Всем удачи, друзья. И до новых видео.